Они сражались за родину, а теперь их портреты на самых видных местах Оренбурга. На городских баннерах появились фотографии женщин-ветеранов Великой Отечественной. Связистки, разведчицы и метеостры. Они наравне с мужчинами также приближали победу. О возрасте дам говорить не очень удобно, но им уже всем за 90. О подвиге этого совсем не слабого пола наш Виталий Сапожников. На баннере на проспекте Победы Екатерина Степановна Кукушкина. Молодая, красивая и боевая. На фронт с юными ровесницами из Краснохолма попала в 42-м. Служила связисткой, отслеживала передвижение вражеской авиации в знаменитой армии генерала Чуйкова, которая отличилась в Сталинграде. Воспоминания о той битве до сих пор живы в памяти. Под Сталинградом, когда мы были, там морозы страшные стояли. И когда шли плененные паульские войска, на них смотреть было. И жалко, и больно, и страшно. Они, все, что на них, и кольсоны, и рубашки, они заматывали голову. У них только видны были глаза, двигались в таком направлении. Это было 3 февраля 43-го года. После переломной в ходе войны битвы Красная Армия начала наступление на Запад к границам Третьего Рейха. В рядах наших войск продолжила свою войну и молодая связистка. От Сталинграда мы пошли освобождать Белоруссию. Затем Польшу. Варшава была разрушена до предела. Когда мы оказались рядом с ней, мы вообще не узнали город. Торчали одни только трубы, покореченные дома и все прочее. После войны Екатерина Кукушкина закончила медицинское училище. Вместе с мужем отправилась поднимать целину. В 50 лет трудилась в сельской больнице и вырастила 11 детей. Даже в преклонном возрасте ветеран активно, неугомонно и больше всего любит общение с молодежью. А это очаровательная девушка в форме, что называется на обложке, Ряда Кадырова. 70 с лишним лет назад ей тоже выпало разделить вместе со страной все тяготы войны. Когда всех мужчин забрали на фронт, ответственность за тыл пришлось взять на себя женщинам. Что уж говорить, с тяжкой ношей они справились достойно. Нам было по 16, по 15 лет. Вот вся колхозная работа легла на нашу шею, на нашу плечо. Мы везде работали. И на лошади верхом ездили. И пахали. В 43-м году девушку призвали в войска. Служить ей пришлось в тылу. Вместе с ровесницами она охраняла один из оборонных заводов. Даже в суровых армейских буднях девушки оставались девушками. И День Победы встретили в прямом смысле со слезами на глазах. Мы плакали все. И плакали. Давай. Вот такая подушка была у нас, в которой спали на нем. Давай друг на друга. На койку. Это встали на койку. И друг к другу кидаем этой подушками. И сами. Кто смеется, кто плачет. Сегодня у Холиды Лутфуловны большая семья, дети, внуки и правнуки. Накануне Дня Победы стараются собираться все вместе за большим столом. Для них это поистине семейный праздник. Каждый год собираемся всей нашей дружной семьей. Поздравляем нашу бабушку. Очень рады, что сейчас у нас мирное небо над головой. Светлое наше будущее. Огромное-огромное спасибо всем ветеранам. Этих героических женщин теперь может увидеть весь город. Увидеть и вместе с ветеранами еще раз порадоваться победе. Наталья Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.